Окей. Добрый всем, соответственно, вечер. И сегодня, значит, мы поговорили о двух основных жертвах. Жертва хатат, жертва оа и жертва хатат, жертва всесожжения и жертва очистительная. И у нас осталось, собственно, два типа жертвы, если мы говорим о жертвах скота. Это жертва ашам и жертва шламим. Вот здесь начинается некоторая сложность. Давайте следующее. Жертва ашам, которая, очевидно, всюду переводится как жертва за вину, да, от слова ашэм. Глагол ашэм, он, когда мы говорим про вину, он встречается часто. Причем о жертве хатат регулярно говорит в ашэм и приносит хатат. То есть вина, она и там, и там. Но в некоторых случаях приносится жертва хатат, в некоторых случаях ашэм. Технически жертва ашам приносится в шести случаях. Вот если жертва хатат приносится, кроме 30 с чем-то случаев, которые мы перечислили в прошлый раз, за преступления, которые человек по неведении, по заблуждению совершил, и это преступления, которые в основном тяжелого типа, о которых говорится и не хритаха на фишхахима омеха, причем эти тяжелые преступления, они так довольно плотно расположены, я уже сказал, что их не так много случаев. Это либо половые преступления, либо преступления, связанные с храмом, два преступления, связанные с едой, это когда едят хэлот или туг, или кровь, и остальные все так или иначе связаны с святыми. Ну, и долбокладство еще не забыть, и дальше только субботы емкий порт, работа в субботу, нарушение субботы вина. То жертва ашам не так, не многочисленные случаи, а, собственно говоря, их пять, точнее пять, ну шесть, давайте так, шесть случаев. Значит, они, три из них перечислены в книге «Воикра», в самом начале, где идет перечисление жертв, которые приносятся в храме, а еще две, три перечислены в разных других местах. Те, которые перечислены в нашей книге, это следующие. Вот, надо перечислить довольно важный момент, надо их перечислить. Это человек, который похитил чужое имущество, и когда его потребовали поклясться, что он его не брал, стал запираться, похитил, это не обязательно, собственно, украл, это, возможно, варианты не вернул, или еще мошенничество, там некоторые варианты есть. Но человек злостно сказал, что он не брал, и в этом случае он должен принести жертву ашам. Значит, второе, когда человек использовал храмовое имущество, ну, святынь, он не имеет права это делать, но ежели он это сделал, то он должен принести жертву ашам. Третий случай. Это довольно странная вещь, которую сложно объяснять, и есть некоторые споры по поводу, о чем идет речь. Это преступление связано с то, что называется в Галахе-Шифха-Харуфа. Значит, это, там по-разному есть разные подходы, но, в общем, большинство народа считают, что это наполовину свободная рабыня, или какие-то подобные случаи, которые в еще и замужем за кем-то, ну, полузамужнее такое состояние, и человек, который с ней вступил в связь, он должен приносить жертву ашам. Ниже будет еще два случая. Это Назарей, который осквердился в период своего Назарейства, скверной смерти, и эту жертву приносит человек, страдавший мацоров, во время своего очищения храма. Это пять основных случаев. Я хочу заметить, что эти случаи принципиально отличаются от случаев жертвы хатат, и вот чем. Дело в том, что эти жертвы приносятся в том случае, когда, в отличие от жертвы хатат, жертвы ашам приносятся даже в случае, когда человек сделал преступление злостным. Вот это разница. Дело в том, что жертва хатат, обязательное условие жертвы хатат, кроме тех случаев, когда это предписанные общественные жертвы, например, или жертвы, связанные с очищением, жертва хатат, когда приносятся за преступление, обязательное условие, когда человек совершил преступление по неведению, и когда ему стало известно, что это сделал, то он должен принести жертву хатат. Жертвы ашам вот этого условия и не знал, нету. И, например, да, при этом то, что эти жертвы в каком-то смысле связаны, каша слов хатат, связанных с корнем хэт, и с корнем ашам при жертве хатат о жертве ашам, она удивительна. Про жертву хатат регулярно сказано, что человек и был виновен, и ашам. Про жертву ашам, например, начинается так. Душа, которая согрешит, тхт, согрешит, то есть должно быть, дальше мы ждем хатат, и Маалэ Мээль Башем, Мейна – это специальное слово «злоупотребил». Злоупотребил именем Всевышнего и запирался перед ближним своем о положенном у него на сохранение или об украденном, или ашак. Ашак – это специальный глагол. Обычно это, ну, например, значит, вот воровство, пикадон – это человек присвоил чужую вещь и не отдает. Гэзель. Ашак обычно человек не взял чужого, а не заплатил причитающегося другому. Например, удержал зарплату работника. Просто отказался выплачивать. Обязательное условие, что он еще и злобно отрекся от того, что он должен эти деньги. Или нашел потерю и запирается, и зло, и поклялся ложно. Обратите внимание, что здесь человек, про человека известно. вот это вот факт, что преступление злонамеренное, в жертве Ашам, оно довольно странное. Когда мы говорим о трех основных преступлениях жертвы, значит, Гэзель, Мэйла, Мэйла – это злоупотребление святынями, или Шевхахрух. Всюду преступление совершено злостно. Ежели человек что-то такое сделает, и вот он согрешил и виновен, то, вот теперь начинается закон, то он должен вернуть украденное, или, о чек, то, что не отдал, которое он, или взятое на хранение чужое имущество, или найденную вещь, за которую он поклялся и обманывал, то, в первую очередь, человек должен заплатить стоимость, то есть вернуть вот эту вещь, о которой предмет спора, и добавить пятую часть. Пятую часть – это четверть стоимости. Ну, я не думаю, что присутствующие читали старинные учебники арифметики, но в старинных учебниках арифметики есть такая вещь, которая называется дробь снаружи. Дробь снаружи – это когда говорят четвертая часть, то имеют в виду, вместе с добавленным будет четыре. то есть, например, четвертая часть, если поделить на три и добавить одну треть, то будет четыре трети. Вот цифра, которая звучит, это внешне. Вот это имеется в виду. Поэтому пятая часть – это одна четверть, добавят, и он должен это отдать. И жертву Ашам принесет Гошему, а именно, барана без ворока, из мелкого слота, по оценке, за вину Коэн. И Коэн искупит его перед Гошем и будет прощено за преступление. Принципиально, что в этой истории? Дальше будет известно еще, что жертва Ашам отличается от всех остальных жертв одной принципиальной вещи. У нее есть стоимость. Вот жертва Ашам, она должна быть обязательно установленной стоимостью. Значит, это вот установленная стоимость. стоить он должен, ну, если во втором храме, мы говорим о периоде второго храма, он должен стоить четыре тетродрахмы. Ой, две тетродрахмы, я говорил. То есть, восемь динари. Серебряных – это минимальная цена. Значит, это единственная жертва, которая указана стоимость. Значит, если мы начинаем еще раз сравнение двух жертв, то первое, что обращает на себя двумя. Жертва Хатат приносится, когда человек совершил по неведею и узнал, что он совершил преступление. Жертва Ашам, наоборот, приносится в перечисленных трех случаях за злостно совершенный грех. Теперь, отличие техническое между этими двумя жертвами. Да. Технические отличия, то, что это жертвы разные, выражается в том, что жертва Хатат частного лица, если речь не идет о жертве Хатат общественной, а жертва частного лица это всегда самка. Причем, ежели речь идет о идолопоклонстве, то предпочтительно коза, если речь идет о других грехах, то предпочтительнее овечка. Козочка только там первого года жизни. В чем тонкость? В жертву Ашам приносится баран минимум второго года жизни. И только самец. Вторая вещь, жертва Ашам не бывает общественной жертвой Ашам. Жертва Ашам это только частная жертва конечно. То есть, мы получаем, что жертва Ашам вообще-то довольно редкая. Потому что, ну, вам требования вот к этим трем случаям, которые я перечислил, это человек, который еще и поклялся о том, что он невиновен с ворованным, а это все-таки обычно до этого люди не доводят. И на самом деле довольно часто эта жертва скорее всего, ну так, по моим предположениям, должна быть у коинов и у служащих вокруг храма, потому что она есть за мейла, за злоупотребление храмового имущества. Причем неважно, умышленная или злость, есть жертва Ашам. По этому поводу надо заметить, что получается, что четыре, что тот факт, что жертва Ашам, она имеет стоимость зафиксированная прямо тора, минимальная цена. Это единственный случай, когда жертва зафиксирована цена, так как преступление лежит в финансовой сфере, а мы отсюда должны понимать, что связь с шефхахаруфа, вот с этой полуосвобожденной рабыней, тоже рассматривается, как лежащая в подобной где-то сфере, то значит эта жертва технически технически. Жертва Ашам приносится вот теперь сложность жертва Ашам приносится так же, как и жертва Ола в том смысле, что жертву режут северная сторона жертвенника. Да, я в прошлый раз обещал хорошую картинку северной стороны жертвенника. значит это какой-то сах на шевет бацалай. Значит вот северная сторона это вот, вот это вход, вот эта лесенка в храм, вот это вот здесь вот эти скобки там, где режут жертвы. Там дальше должны быть еще столы, но их здесь не видно. Значит теперь жертва Ола и жертва Ашам равно как то, о чем мы будем говорить дальше жертва Шламин приносит в каком-то смысле одинаково. А именно животное режут, его кровь собирают в крапильницу. Крапильница это сосуд конусовидной формы, чтобы ему нельзя было поставить на пол и забыть, что ежели набрал кровь, ты должен сделать все, что положено с ней и не можешь отложиться и забыть. Значит, после чего священник подходит вот сюда, значит, если здесь храм, то входящий вот с этой стороны, вот с этой стороны, да, значит, вот к этому углу и вот теперь, вот видите, вот здесь тонкая красная полоска, вот она, она проходит на высоте пять локтей без одной ладони. Пять локтей это, ну, грубо считаю, я всегда предлагаю считать грубо, локоть в полметра, ну, 48 сантиметров вам эти два сантиметра, мы же не бухгалтеры. Если мы строители, да, мы с точностью до пальца все считаем. Значит, палец это два сантиметра. с точностью до пальца. А так, значит, пять локтей без ладони, соответственно, 2,50, 2,40, да, минус 8, минус 16, 2,34. Высота вот этой красной линии где-то 2,34. Ну, если я правильно считаю размер локтя. То есть 2,34 это если я встану и протяну руку вверх, то это будет около двух десяти или двух пятнадцати, по-моему. Значит, соответственно, ну, да, ты это около двух сантиметров. Соответственно, так вот, кровь, кровь, льется поверх вот этой красной линии, вот на этот угол, вот на этот угол, потом на угол по диагонали вот этот, так, чтобы кровь была с обеих сторон угла. Как русская буква гэна, как по-науглу, вот когда хотят сказать углом в Талмуде, то говорят, но греческой гаммой, которая в заглавная гамма пишется так же, как русская гэна, заглавная. Остаток крови выливают, сейчас я попробую показать другую картинку, чтобы было хорошо видно, куда выливают. Вот видите, вот опять, кстати, эта картинка неудачная в том смысле, что расстояние от жертвенника до ступенек, вот оно, великовато, должно быть сильно меньше, чем сильно меньше, на той картинке правильнее расстояние отображено, то вы видите, там было очень узенько, я сейчас еще раз покажу, вот жертвенник намного ближе к ступенькам посвящен, вот видите, вот здесь вот отверстие есть, вот здесь вот, вот с этой стороны, их тут два на самом деле, здесь вот есть отверстие, да, вот в это отверстие сливается остаток крови, там есть система, что она попадает в, ну, слово канализация, мне очень не хочется по отношению к таким вещам употреблять, но некоторую систему слива, под храмом, ну, вот, вот если вы видите, вот здесь священник спускается, здесь тоже есть система слива, вот сверху вниз, длинный разговор, как это устроено, но это уже внутренняя кухня, храма, вот, значит, и после чего, значит, священник поливает кровь, и еще раз я повторяю, что кровь, пролитие крови на жертвенника является как бы совершением жертвы, это момент совершения жертвы. После чего жертва разделывается, и ее тук, то, что мы назвали эймурим, да, эймурим, это те части, которые приносятся на жертвенник, приносятся на жертвенник и сжигаются на жертвы, давайте все покажем еще раз, вот, видите, вот на этой картинке, вот здесь очень короткое расстояние, значит, вот они сливаются, значит, жертвы сжигаются вот здесь, и здесь сжигаются вот здесь, сжигаются эймурим, та часть, жертвы, которая должна быть сожжена, а именно, ну вот теперь, давайте, может быть, пора об этом поговорить, значит, сжигаются вот здесь внутренний жир, значит, собственно говоря, жир, о котором идет речь, это то, что покрывает внутренние органы, защищает, а именно сальник, если мы говорим о человеке, то сальник это то, что перед забрюшным прессом, у животного там же сальник, то есть, это часть, она на самом деле отделена, там долгий разговор, как это устроено, это неважно, это то, что закрывает внутренний орган, во-вторых, почечный жир, который точно так же, там есть пленочка, которая, то и почечный жир покрывает пленку, пленкой почки, и вместе с почками эта часть приносится, и прихватывается доля печени, там есть пальцеобразный отросток, называется эта часть. Так как мы говорим о жертве ашам, то еще сжигается сжигается и это самец, еще сжигается крутечный жир. Значит, при этом тонкость состоит следующий, вот я хочу брать что происходит, вот мы говорили, что запрещено есть хэлэв. Хэлэв это вот этот вот жир, который подойдет на жертву, но это именно сальник и почечный жир. Сами почки не запрещено есть, вот запрещено есть сальник и почечный жир, но сами почки есть разрешено, точно так же. у баранов, когда приносят жертву баранов, идет на жертвенник в виде эймурин, вот этот вот тук, который идет на жертвенник, курдюк. Курдюк это такой вот кусок сала, который там под хвостом у овец баранов он нестит, у тех и других разных размеров. Значит, так вот, курдюк есть можно, что довольно важно, и значит вы зайдете если в любую заведение в Израиле, где готовят альфаэш в восточном стиле, то вам всегда предложат для тех, кто любит такие вещи, всегда предложат шампур с курдючим жиром. Нет проблем. Пожалуйста. Это разрешено. Теперь, вот в символике то, что приносят почки, это довольно любопытно. Дело в том, что вообще это почки во всем Танахе, многократно, в разных местах. Место размышлений, оно находится в сердце и в почках. При этом понятно, что происходит. Почки это орган, который очищающий тело, это очистительная система, именно почки. почки. И, грубо говоря, это тот орган, который очищает хорошее от плохого, тоф мира. По этому поводу, на самом деле, разница между сердцем и почками, она тонкая и приблизительно так, что сердце это интуиция разума, а почки это интуиция морали, хотя Танах не очень четко различает разум и мораль и считает, что они лежат рядом и что, ну, следуя Рамбуму, это трудно разделить такие вещи, но тем не менее, вот на жертвовник идет вот орган морали. Кстати, замечу, что, скажем, на Востоке чаще всего на жертвовник шла печень, который еврейный жертвенник, если приносит, то тут только ту часть печени, которая прилежит к почкам, просто там технически очень трудно отделить, поэтому предпатывается. Значит, ну, потому что печень, ну, это место гордыни, гордости, причем не обязательно в отрицательном смысле, это кавод, ну, те, кто знают еврей, прекрасно понимают, о чем я говорю. Значит, после чего остатки этой жертвы съедают коины в святом месте, приготовленные в любом виде, как вкуснее. Еще раз, в жертвах, которые едят, есть только ограничения по способу готовки, только пасхальная жертва. Это единственная жертва, которая имеет ограничения по способу приготовления. Она должна быть запечена на огне, на прямом. В трактате по сахим есть подробное описание, как это делается. Как это делалось, я не уверен, что предписание Тора делать именно так, но ясно, что любой, кто попытается сделать не так, как там описано, был бы осужден, делается специальная глиняная печь и сырой длинной на самом деле печь делается. Там длинный разговор о том, как есть. Но жертвы Ашам едят корень. Собственно, вот эта жертва вот такая. Она вот что важно? По способу жертвоприношения, по собиранию крови, по краплению крови, она не похожа на жертву хаттат. Вот вся часть, связанная с жертвенником, она похожа на жертву хаттат только в той части, в которой сжигается на огне жертвенника. Здесь Эймурим во всех жертвах, где они сжигаются, они одинаковые. Но жертва Ашам, то есть жертва Ашам от жертвы Ола отличается по порядку приношения ровно то, что там есть часть, которая едет коэны, так же, как едет жертву хаттат. В чем второе принципиальное отличие жертвы Ашам? Жертва Ашам, вот жертва хаттат, она отличается от остальных жертв тем, что ее крови помазывают роги жертвами. Вот в жертве хаттат священник вот по вот этому пандусу выходит вот к вот сюда, к этому углу пальцем помазывает рог и обходит жертвы вот так по кругу здесь есть с этой стороны есть значит и ну выход на пандус и он обходит жертвы помазывая роги жертвы нет он там нет крапления там есть именно помазание пальцем другая совершенно обрет и мы сказали что в принципиальный момент жертва хаттат это очищение жертвенника а жертва ашам это уже явно человек и вот на самом деле смысл жертвы явно совершенно не тот который жертвен хаттат и смысл жертвы довольно гадательный на самом деле я считаю я вынужден согласиться с одним автором и он первый насколько я помню который действительно убедил меня в своей правоте это Барух Кагат Харах Барух Кагат и он был убедителен дело в том что эта жертва очень гадательно у мудрецов и всех комментаторов и вот в чем проблема как бы хотелось бы понять жертва хаттат приносится за грех и жертва ашам приносится за грех какая жертва как бы как бы достоинство жертвы определяется по простой логике уровнем греха но скажем жертва хаттат приносится за грех идолопоклонств жертва хаттат приносится за грех нарушения субботы жертва хаттат приносится за грех запрещенной связи между мужчиной и женщиной запрещенной торой под страхом карета то есть там тяжелые преступления жертва ашам приносится вроде бы за преступление ну воровство грубо говоря в финансовой сфере и связь с рабыней которая по сути не твоя то есть оно тоже где-то вот там же лежит и как бы преступление так интуитивно более легче но стоимость самой жертвы она выше это единственная жертва за которой определена ее минимальная стоимость за нее приносится взрослый баран который стоит ну очевидно давайте стоимость барана определяется ценой мяса я очень грубо говорю поэтому она дороже более того она приносится по протоколу жертвы ОЛА в общем-то так же только не надо тут ориентироваться потому что например жертва шламин которая уже относится к категории легких жертв она тоже приносится так же как жертва ОЛА тут тонкость но тем не менее количество людей которые здесь начинают плыть и спор комментаторов Рамбан Рамбан кого там только нету в этом споре то есть там великие люди сходятся пытаясь понять что что приносится за более тяжелые преступления вроде бы жертва ашам более серьезна чем хатат с другой стороны преступления на первый взгляд выглядят плюс ко всему жертва принципиально что жертва ашам приносится за злостные преступления которые жертвой хотят не искупить количество народу которые здесь плывут огромное надо читать и современных комментаторов и древних комментаторов и видно что это некоторая проблема именно вот в этой плоскости первый человек который сумел каким-то образом сказать правильную вещь поэтому и мне показался он убедительным это упомянутый раф-барух кегат но он естественно коэн с фамилией таки гат не быть коэном невозможно но он еще и кац в придаче а фамилия кац еврейская это не киска а это коэн цедок обычно что это коэнская фамилия если еврейская фамилия естественно значит и он говорит следующее что жертва ашам это же это возвращение возвращение вещь вот теперь смотрите человек когда она приносит это жертва которую приносят при возвращении здесь не надо о тяжести жертвы судить здесь тяжесть не нигде речь идет о жертву приносит никогда что-то не по тяжести жертвы а по именно финансовая сфера вы возвращаете то что должны вернуть и плюс как бы это в некотором случае штрафная жертва вот в некотором смысле вот теперь мы понимаем одну хорошую вещь чем хороши такие теории такие теории должны объяснять немножко больше чем они пытаются потому что тогда нам бы хотелось еще два случая прихватить как известно жертвах Ашам приносятся Коэн Назиром Назареем который Назарею запрещено пить вино и ну стричься пить вино и оскверняться скверной смерть ну в основном варианте Назареи если Назареи осквернился причем неважно злостно или нечаянно вот опять характерный признак жертвы Ашам совершенно неважно злостно он это сделал или нечаянно осквернился в период Назареиства а период Назареиства это срок на который он дал обет Назареиства плюс все время пока он не провел жертву окончательно Назареиства он приносит жертву Ашам и вот здесь происходит возвращение срок Назареиства начинает считаться по новому то есть как бы происходит некоторый возврат долго он должен опять отдать вот в жертве Ашам сворованное он должен вернуть доплатить пятую часть а в жертве Назарея он должен вернуть срок который он не выполнил а именно весь срок который не выполнил то есть он начинает считать сначала быстро в жертве Мацора тогда мы вынуждены однозначно понять следующий Маша дело 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 в том что Мацора я не перевожу название этого этой болезни по причине того что перевод с греческого лепра проказа он явно ошибочный легко доказывается в конце концов для тех кто не знает в Европу в Евразию на нашу территорию в Рим и в нашу территорию Азии проказа появляется в первом веке до новой эры то есть в Туре она не должна вообще еще звучать тогда нету такой болезни ну в смысле в нашем регионе еще не знает и это доказано кстати Талмуд четко различает Мацора царат эту болезнь и проказ проказа называется это самое макатратом совершенно другим словом что такое проказа они знают и никогда не путают с Мацорой считают что это разная болезнь вот Мацора как известно по закону Торы должен покинуть населенное место он должен покинуть не только Маханэ Левия но и все лагеря Маханэ Исра или лагерь Израиль и как бы он выпадает полностью из священной жизни вот его возвращение к священной жизни вот жертва Ашам просто демонстрирует что мы речь идет именно о возвращении вот это принципиально именно именно поэтому жертва Ашам это жертва возвращения и мне кажется это убедительным возврата точнее даже просто возврата должен вернуть но жертва Ашам есть еще в одном случае и она вот здесь очень удивительно жертва Ашам приносится еще в одном случае называется эта жертва в этом случае это тот же Ашам абсолютно по протоколу это та же самая жертва режется животное кропится на верхнюю половину жертвенника с двух углов ну и так далее эймурим туг сжигается это самые остатки всегда священник остальное всегда священник приносится то что называется Ашам Талух ну условный повинность эта жертва приносится в совершенно странном ситуации видно что вот как раз эта жертва является жертвой между Ашам и Хатат и это миссинглинг то самое потерянное звено что имеется ввиду человек не знает совершил он грех или нет причем у мудрецов вот здесь некоторая сложная ситуация мудрецы считают что у человека должны быть доказательные основания что он мог совершить этот грех вот вот обычно пример так перед человеком лежит кусок курдючного сала и кусок этого самого сала грешин со стороны это один запрещен запрещено есть под страхом карет второе разрешено просто если человек съел по ошибке по невече незнанию потому что забыл закон ну неважно какому-то незнанию съел внутренной жертву что называется то он должен принести жертву хатан если если человек съел курдючное сало то он вообще жертву приносить не может потому что он в своем праве это просто разрешено теперь человек перед ним было два куска он какой-то из них съел и теперь не знает какой он теперь мучается виновен он или не вот в этом случае приносится жертва ашам талуи заметь что как бы он приносится это я сейчас привожу основное мнение что приносится именно в ситуации когда доказано что была возможность греха но человек не знает совершил он его или нет если ему впоследствии станет после того как он принес жертву ашам талу вот эту условную поведенность станет известно что он таки согрешен он должен будет принести жертву хатат второму жертву и это вот это принципиальная разница между жертвой ашам и жертвой хатат она покрывается вот жертвой ашам талуи и вот замечу ашам талуи это не тип жертвы это случай когда приносится жертва вот эта жертва условной поведенности это случай когда его приносят он еще раз он не отличается от обычного ашам просто случай очень специфический ашам приносится чаще всего когда человек совершил преступление зло ахатат никогда не приносится если преступление совершено зло это просто невозможно хатат запрещено принести преступление совершено знал и сделал а вот теперь здесь человек не знает сделал или нет вот тут то есть В уголовном праве это называется по отсутствию деяния. По неизвестности, было ли деяние преступное, преступное деяние или не было. Вот что он не знает. То в этом случае есть жертва Ашан-Талу. Там же приходит человек и говорит прямо в Мишне, произносит буквально следующее, что он считает, что жертву Ашан-Талу можно приносить каждый день, кроме Йом-Кипур. Извините, каждый день, когда можно приносить такие жертвы, кроме дня после Йом-Кипура. Почему? Потому что всякий день, может быть, я совершил грех, пойду-ка я принесу жертву Ашан-Талу. Вот эту жертву непонятно условной повинности, условной вины. Пойду-ка я ее принесу. После Йом-Кипура на следующий день ее принести не за что, потому что Йом-Кипур прощает все преступления, за которые приносятся жертвы Ашан. В смысле, ну, кроме тех, о которых человек уже известен, из-за которых он должен принести жертву, жертву он не прощает. Значит, человек говорит, ну, после Йом-Кипура я просто не успею ничего такого совершить. Поэтому в этот день не приносится эта жертва. Мудрецы не согласны с этим подходом, они требуют, что вот сомнение, а вдруг я согрешил, за это не приносится жертва Ашан. По образцу Йова, на самом деле, Йов, в начале книги Йова, за своих детей приносит жертву, вдруг они согрешили в сердце своем. Но по этому поводу он приносит жертву Ула. Он приносит жертву всесожжения. И это правильно. Поэтому вот преступление, совершенное в сердце, и еще к тому же, может быть, я хочу восстановить связь с Всевышним, не с службой Всевышним, а с самим Всевышним. И поэтому это место жертвы Ула, жертвы всесожжения, а не жертвы Ашан. Значит, и вот теперь вот такая жертва Ашан. Есть она еще раз, она приносится в шести случаях всему. То есть, как бы, по числу, она редкая, эта жертва. Тем не менее, да, и еще жертва Ашан не бывает общественной. Никогда, то есть протокол жертвы Ашан в общественных жертвах быть не может. Может быть, в общественных жертвах только протокол жертвы Ула, всесожжения, или Шламим, о которых я буду говорить сейчас. Значит, итак, жертва Ашан – это третья жертва. И четвертая – это жертва Шламим, мирная жертва. С мирной жертвой все совсем не похоже на предыдущие. И, с другой стороны, похоже. И вот почему. Жертва Шламим приносится протокольно так же, как жертва Ула и жертва Хатат и жертва Ашан. Точно так же собирается, кропится на те же части жертвы Никашной, жертвы Ула и жертва Ашан. Точно так же. Эй-Мурим тук сжигается там же, где и то же самое. Сжигается там же, где и все. Но, дальше, вот тонкости начинаются дальше. Главная разница состоит в том, что жертвы Шламим едят не только коины. Коины получают от жертвы Шламим, ну, часть этой жертвы, не буду пока перечислять. Часть этой жертвы, но хозяева тоже едят вместе с гостями, могут пригласить гостей. И есть их можно по всему Иерусалиму, приготовить любым способом. Едят их не день и ночь за ним, как в жертве Хатат и в жертве Ашан. А едят два дня и ночь между ними, то есть в день, когда их приносят. Значит, в день, когда принесли жертву, ноги за ним и весь день за ним. То есть как бы, ну, два дня. Есть можно по всему Иерусалиму. При этом вообще теоретически еще есть одна разница, что жертву Шламим можно резать по всему двору не обязательно с северной стороны жертвенника. Их можно резать где угодно, в большом храмовом дворе, включая двор Израиля. Двор Израиля – это узкая полоса. Вот эта узкая полоса вот здесь. Вот это хор левитов как бы. Здесь есть спор, левиты стоят здесь или здесь. Ну, вот здесь вот есть узкая полоса. Вот это двор Израиля называется. Это большой двор, вот все это. Но жертву Шламим можно резать по всему двору. И, собственно, они являются, именно они являются уже то, что называется Кадашин-Калин. Легкая сверка. Значит, принципиальная разница с жертвой Хатат и Аша-Ботк. Жертва Хатат всегда по случаю указана, какое животное должно быть принесено в жертву. Самец или самка. Ну, самец, когда речь идет о жертвах внутреннего очищения, те, которые входят в само здание храма. И для частных лиц это, если речь не идет о царе или князе, это всегда самка. В жертве Аша мы сказали, что это всегда баран. Жертва Шламим, вот любое животное, ну, из домашних, какое хочет. Хочет самка, хочет самку, хочет быка, хочет барана, хочет козла, хочет овечку. Не принципиально. То есть, жертва Шламим, у нее только одно требование, она должна быть без порока, так же, как и любая жертва. Я хочу сказать, что это принципиальный момент, потому что как бы хозяин сам решит, что он приносит жертву. То есть, как бы, вот жертва Шламим, у нее надо просто понять статус этой жертвы и что она обозначает. Вот это некоторый вопрос. Дело в том, что есть спор классических комментаторов по поводу того, почему она так называется. В первой части книги Вейкрафы, там, где описана жертва Шламим, ясно, что там речь идет о жертве, которая приносится по обету. Человек дал обет, ну и, кстати, в большинстве случаев, когда речь идет о обетах, если там что-то пройдет удачно, я принесу жертву, то, честно говоря, речь идет именно о жертве Шламим. Почему эта жертва называется Шламим? Раша говорит, потому что она устанавливает мир в том смысле, что как бы она дается всем, это такое благополучие для всех. К этому стоит добавить одну очень важную вещь. Дело в том, что, собственно говоря, к жертве Шламим, вот всюду, где мы читаем о принесе, о жертве Шламим, о зевах Шламим, там не в словах еще зевах, всюду, где мы читаем, там почти всегда рядом появляется миште, перевести, извините за вольность, пьянка, пих, да. Вот в Талмуде, когда устроил миште, то это всегда свадьба, но пьянка. В книге Эстер слово миште, да, которое все переводчики, включая менякс, переводят словом пир, потому что, ну, писать слово пьянка у меня в священном тексте рука не поднимается. То есть поднимается, но меня осудят все. Поэтому в устной этой речи я могу сказать, что устроил пьянку по случаю восшествия на престол, но перевожу пир. В Талмуде, когда речь идет о миште, то речь идет о свадьбе. Что такое свадьба в деревенском стиле, все хорошо представляют, я полагаю. Да, так вот, дело в том, что жертва шламима – это всегда пир, и прямо в Торе описано что-то выше. Но весь фокус в том, что прямо в Торе регулярно о жертве шламим, не здесь, не в Дворине, например, не в Манитбар, говорится, что это всегда радость, это всегда веселье. Где мы встречаем жертву шламима? И вдруг мы понимаем одну очень важную вещь. Жертва, пир по формуле шламима, там, где речь не идет о храмовой жертве, это пир во время заключения союза, это пир дружбы, он такой протокольный. Такой пир устраивает, например, Яков и Эса. Такой пир не регулярно встречается, например, такого сорта пир практически обязательно по книге Шмуэля практически обязательно происходит в Росхуджи. Пир, вот этот пир жертвы шламим, это солдат, шламим в данном случае, это, вот, есть мнение о том, что слово шламим – это исполнение обета, это когда по обету делается. На самом деле, дело в том, что бри шламим, слово шламим регулярно означает союз, дружба. И жертва шламим – это трапеза дружбы, на которой как бы приглашен жертвенник, да, в виде эй-могини. Все хозяев, и обычно это приглашение друзей, и коэм, у них есть отдельная часть, которую они получают. То есть жертва шламим – это как раз прямо обратная к жертве ола. Только она тоже в мире жертв, но у нее смысл прямо противоположный. Если жертва ола – это святая святых. Вот теперь слово «святая святых» – это, ну, если выражаться словами Рава Соловейчика в книге «Одинокий верующий человек», она очень удачно на русский переведена, рекомендую, то это трансцендентальность Бога. Человек хочет приблизиться к тому, чему приблизиться невозможно. Трансцендентальное – это недоступное, да, непостижимое, непредставимое. Но жертва ола – это именно попытка приблизиться туда. Жертва шламим – это, наоборот, близость. Это пирушка друзей, где хозяин под сенью Бога. Вот теперь вот это кодыш, которая здесь, это не кодыш Кадашим уже, а просто кодыш. Вот слово «кодыш Кадашим» – это святая святка, да. Непредставимая непредставимость, трансцендентальная трансцендентальность, извините за выражение. А вот кодыш Кадашим – это просто, это пир союзников, это пир друзей. Вот, кстати, вот мудрецы заповедь в Исамахтабахавеха и радость на празднике поем понимают «принеси жертву шламим». Они правильно понимают, потому что жертва шламим – это именно радость, вот эта радость на пиру, радость пира. По этому поводу жертва шламим, ну, хотите, я употреблю слово «имманентность», только имманентность не в смысле, в каком физике употребляют это слово, и современные философы органически присущие, а в смысле более старом всевышен имманентен миру, в том смысле, что он его поддерживает в существовании и непрерывно как бы создает, да. Вот такая имманентность, имманентность активна. Просто дело в том, что обычно слово трансцендентное, имманентное, и тут пары, хотя это, ну, неверно. Я знаю философов, которые считают, что это надо парой пускать, слова я считаю, тут разные, не хочу. Вот, но это вот присутствие Бога Мустрады, и это жертва шламим. Жертва шламим приносится, кроме обязательных случаев, а именно во время праздника жертва шламим приносится, она приносится в двух случаях, по обету, и это обет типа обеты Якова, если всевышний будет со мной и поддерживает меня, я то-то, 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 в данном случае я принесу жертва. В большинстве случаев, обратите внимание, что обет по типу жертва Ола, это не очень правильно в этой ситуации, потому что я за то, что ты в союзе со мной, хочу, что сделать? Устроить пир в честь друга, друг в данном случае всевышний. Поэтому тут органично как раз будет не жертва Ола, хотя жертва Ола тоже принесет по обетам, но здесь совершенно органично будет жертва шламим. Он был со мной, в благодарность я устраиваю пир в его присутствии, в ощущении. Вот теперь вот эта Кадашим Калиим, вот эта легкая святость, где вместо святая, святых, полная недоступность, у нас сбивается на шаг ниже и появляется некоторая, наоборот, доступность. Вот это жертва шламима. Поэтому что из них выше? Вот тут начинается еврейский мир. Что выше для человека, в мире человека? Абсолютная святость, то есть непостижимость и недостижимость. Или относительная святость на шаг ближе. Вот жертва шламим в этом смысле, она, ну вот такая, она любимая цитата, которая, я, наверное, вас замучила, Раши, в отличие от Рамбома. Рамбом говорит, что человек должен подняться к Богу, поднять себя до Бога. А Раши говорит, человек должен приблизить Бога к себе. Комментарии, которые кто-то проходит. Так вот, жертва шламима – это вот этот Раши. Это вот этот Раши. Человек должен приблизить Бога к себе. Вот это жертва шламима. Второй случай, когда приносится жертва шламим, это жертва благодарности, жертва туда. Здесь, на самом деле, я действительно на автомате перевожу слово туда, благодарность, ну, под давлением современного иврита. Такое понимание у Хазали, у мудрецов Талмуда вполне хорошо объясненное. Туда – это благодарность, да. Однокоренное слово «года», а «года» – «ода», да, знаете, хотя я понимаю, что «ода» – слово греческое, да. Но «оду», да, «пейте оду Всевышнему», «ходу», «ходу лошам», «пейте оду Всевышнему». Но в наше время «од» не пишут уже, жанр, как был шедший в прошлое, хотя, может быть, опять начнем. Прослабляющие кого-то песни, да, «ода». Когда-то заводы хорошо платили просто, те, кому их адресовывают. Так вот, по этому поводу, Туда – это жертва благодарности, и отсюда мудрецы арба Хэви Млагодот, четверо обязаны принести жертву Туда, те, которые в 107-м псалме перекислены. «Путешественник по пустыне и по морю» – два, после болезни тяжелой и после тюремного, и вышедший из тюрьмы. Значит, некоторые понимают, что слово «году» – Туда, в данном случае, это тот, кто должен громко провозгласить, за что он, ЮД, ведунь, вот этот там корень ведунь, должен провозглашать, за что это как бы провозглашение. Например, эта жертва приносит, приносится, вот теперь главный случай, когда приносится жертва, это на самом деле не те четыре случая, которые в 107-м псалме, а главный случай – тот, кому было явлено чудо. Вот тот, кто столкнулся с чудом, должен принести жертву Туда. Жертва Туда от обычной жертвы шламим отличается хлебной частью, жертвой минха, которая обязательно ее сопровождает. Там 40 хлебов, по-разному приготовленных, но в жертве Туда, здесь вот совершенно замечательно, есть место, что жертва Туда – это приносится 10 хлебов, приносится хамец анимации. Потому что в храме, вообще-то, хамец приносится только при жертве Туда и только при празднике шламим. В общественной жертве есть. Но там единственный случай, когда есть общественная жертва шламим. Жертва шламим еще, она, в общем-то, частная. Общественная жертва шламим, она один раз в году, собственно, есть. Вот эта жертва. Вот четыре жертвы скота вот эти. Я на самом деле вот здесь перечислю все. Значит, Ола, Хатат, Аша, шламим. Вот если Хатат совершенно принципиально отличается, то, значит, естественно, я не перечисляю еще несколько жертв, совсем, значит, еще три жертвы Кадашим-калиим, а именно первая – скота, десятина скота и пасхальная жертва. Спасхальная жертва отличается, она в некотором смысле жертва шламим, но отличается тем, что там коины ничего не получают с нее. Десятина скота, она, значит, действительно скота ест кто угодно, нет даров, тоже нет даров потомкам Аарона, а первенца наоборот, никто, кроме потомков Аарона, ничего не получается. Пасхальную жертву едят только в пасхальную ночь, а первенцев скота и десятину едят так же, как жертву шламим еще в следующий день, я бы говорил, день после этого. Но смысл, на самом деле, жертвы пасхальные, можно не обсуждать, это отдельный разговор, всегда ближе к Песах, первенца скота тоже, можно не обсуждать, десятина скота, ну, она такая же, как и значит, десятину скота, а туг идет на жертвенник, там по-другому кровь, кстати, совершенно приносится, они хоть тоже, она, вроде, не кропят стенки жертвенника, а выливают на основание жертвенника, потому что, и это понятно, почему, это земные жертвы, они имеют отношение ближе, ну, понятно, что первенца скота и десятина скота, ну, и пасхальные жертвы, подобным образом, кропят, один раз на жертвенник, значит, и выливаются к основанию, кропить, и именно к основанию жертвенника, это там отдельная история, то есть, это не боковыстенка, это только основание жертвенника, и понятно, почему, и, кстати, это касается послания жертвы тоже, и понятно, почему, потому что, как бы, все это имеет отношение, скорее, к земным делам, и это жертвы повседневной жизни, вот, давайте скажем так, такая, в отличие от жертвы, ну, смотрите, принципиальная разница, в чем здесь, жертвы первенца скота и десятины скота, они, как бы, сами становятся жертвами, и человек не может решить, вот, этот будет первенцем, а этот нет, родился первенцем, значит, он идет с жертвами, а десятины скота точно так же, например, вот Галаха, которая запрещает это прямо-прямо в Торе, когда определяется десятина скота, просто... Ферр, я тебя немножко перебью, извини, но этих первенцев скота было неогромное количество, как это можно было, это все потреблять? Я могу сказать, хитрее. Масса, Мальчик. Ага, так же, как и сейчас, фиктивный шатафуд с Гоэм, сегодня точно так же поступают, и каждый раз, когда нарываются на первенца, которые забыли, просто забыли, сделать этот номер, и рождается первенцем, то тут начинаются некоторые серьезные проблемы, потому что ничего с ним сделать нельзя, пока в нем не будет дефекта, не появится дефекта. А самому дефект причинять ему запрещено, поэтому, что делать с этой тварью, никто не знает. Когда появится дефект, его можно съесть, ну, хули, в некотором, да, он принадлежит Коэну, но мясо отдается сухих. Мне тут как-то, ну, вот, длинные рассказы про то, что бывает с первенцем скота, но поверьте, в наше время, когда жертвенника нет, но как бы, да, ну, все достается Коэну, как раз первенца скота, но их не так, первенец скота, и тот, кто родился первым, первой роды, и самец обязательно. Но думаю, что хитрили со времен древних уже, но слишком много и слишком сложно. Вот представьте себе, что у вас стадо где-нибудь в Метуле, ну, да. Ну, ладно, Метула, ты скажешь, ну, у тебя стадо там тысяча голов. Ну, не было таких стад тогда. Поймите простую вещь. Вот давайте простую вещь. Ты говорила, в деревне жила, Элла, Элла, ты говорила, в деревне жила? Ну, во-первых, большие стада, это там уже начинается шутафин, там начинаются большие стада редкого участного места. Ну, вот деревня, да. Деревенское стадо, представляешь себе. Я могу сказать, что бычки, да, которые есть, там появляются, до следующего лета почти никто не доживает из бычков. Их режут где-то по осени, чаще всего. Сколько быков нужно в деревне? Я говорю про русскую деревню, где быков не используют как тягловый склоп. Скажем, в древнем Израиле все было сложнее. Дело в том, что у нас основное тягловое животное были быки как раз. У нас на лошадях ничего не делали. Но их не так много, поэтому как бы расстаться с первым рожденным бычком, это, конечно, неприятно, но пусть стукой болит голова. Их не так много, как кажется. Это первая беременность корова должна. Если мы говорим про корову. Ну да, у овец редко рождается один детеныш. Поэтому как бы не так много, как ты думаешь. Намного меньше. Вот. Тем не менее, да. Значит, и пасхальная жертва, но об этом отдельный разговор, потому что она очень специфический облик имеет, пасхальная жертва. Она, ну, совсем непонятно, к какой классу отнести, но про пасхальную жертву много говорится, когда речь идет о Песов, поэтому я особо не буду здесь останавливаться. Она легкая святость, при этом ее едят владельцы. В этом смысле она похожа на жертву Шламим. Но при этом кропления крови проходят не так, как у жертвы Шламим, не так, как у мирной жертвы, не на основании жертвы, не на жертвы. Нету части Коэнской в жертве Пасханны, но есть они естественные, потому что она жертва. Значит, и еще раз, это единственная жертва, которую есть правило приготовления. Это единственная такая жертва. Поэтому она отдельно стоит. Ну, вот так. Значит, вот жертва скота, вот здесь можно закрываться, потому что все жертвы скота, я вот перечислил. надо понимать четыре основных жертвы. Ола, Ашам, Ишламин. Значит, Ола отличается тем, что целиком сжигается. В Ашам Ишламин приносится тук на жертвенник. Значит, теперь вот теперь трудности вот какие. Значит, я не перечислил еще одну жизнь. Жертву это есть жертва Ола В Юре переменной стоимости, но это отдельная песня, о которой я буду говорить в следующий раз. Жертва переменной стоимости, она отдельный разговор, но она не так сложна, как кажется. Собственно, нам осталось только поговорить о жертве птицы, потому что жертва Ола В Юре это рассказывать раньше, чем о жертвоприношении птиц, просто без смысла. У нас осталось жертва Ола В Юре и Минха, и хлебная жертва. Ну, вот так. окей. хорошо, замечательно. Давайте тогда мы закончим, правильно? Да. Полушутливое замечание, поскольку мы все время стараемся найти какие-то параллели, которые нас радуют в современном Израиле, да, и что-то такое из еврейской истории, возрождение храма и так дальше. Я не знаю, меня всегда поражало, сейчас может быть меньше, идем от Смаут, бесконечное количество бардых, манголем, которые делают. Может быть, это внутреннее желание шлами? Безусловно. На самом деле, вот это, поймите, я всегда говорю, что еврейские обычаи, ну, когда мы не говорим о совсем странах, они базируются, у них якорь просто библейский абсолютно. Ежели праздник, то, ну, вот была старая шутка, она еще из, очень старая шутка в земле Израиля. Кто как встречает праздник известника? Значит, мусульмане на могилах, ну, у них обязательно это самое, христиане цветами, ну, понятно, украшения это самое, церкви, а евреи жрут, а евреи устала. Манголы цветов. Да, да, да. Вот это мысль о том, что праздник, это время, когда надо хорошо покушать, причем самый святой праздник, как бы, швот, время дарования Торы, самый духовный должен быть. И далее, вдруг, Талмуд говорит, ну, в этот день нам надо, была дана Тора, по этому поводу надо хорошо покушать. Это прямой текст Талмуда, понимаете? Но, я хочу напомнить, чем кончается рассказ о даровании Торы? Рассказ о даровании Торы кончается тем, что Моше посылает парней израильских и приносит жертву Ола Вэшламим Вэ Ахлу Вэшату и еле и пили. То есть, само дарование Торы кончается именно вот это, вот эта жертва Шламим, радостный пир под случаем того, что мы заключили союз с Богом по этому поводу. Что нужно сделать? Нужно устроить пир. Нужно хорошо покушать. Да, в присутствии Бога, да, но вот эта логика, она, кстати, она правильная, Талмуда абсолютно права, когда говорит, в этот день нам была одна тара, поэтому мы должны хорошо покушать. Откуда мы берем? Из рассказа о даровании Торы у Горы Синай, оттуда мы это берем. И правильно они берут, это звучит только, но ежели знать, откуда у них источник этого высказывания, то вы сразу понимаете, что они кругом правы. По этому поводу еврейский праздник, ежели не хорошо покушать, то как бы логика теряется. Митсва Симха БХ. Симха это жертва Шламим. Жертва Шламим это пир по случаю союза с Богом, где Шалом Шламим в данном случае это с другом. Ну, небесный, конечно, друг, но я понимаю, но, например, когда эти Шкиним ели, то им было сказано, что они будут наказаны. За что? Они когда не ели в присутствии после дарования. не драж, который я не знаю. Как? Почему драж? Не драж? Ну, история, история, когда Шкиним поднимается на гору и там эти самые главные, важные люди, ну, как это? перед перед этим то, что принесли жертвы. Это конец головы, я не помню какой. сейчас. Сейчас я зачитаю. кровью там действительно накрапили. Это или миспатим, или тронет, не помню. Да нет. Сейчас, я не знаю. Или ели. Ой, вдруг выпало из головы. Вдруг вылетело. Ну, бывает. Извините, бывает. И увидел миспатим, конец. И на избранных Израиля не послал руки. Это конец миспатим. Что это? И взял книгу союза. Войках сэпер га брит. Вы крабы оз нега ам. Вэмру коля шар дибир ха сэм на циван сьма. Вы позволите. Миспатим, конец миспатим. И подняли миспатим. нету там другая проблема совершенно. Послушайте, то, что Моше все делает там правильно и устраивает жертвы, там все правильно делается. Есть присутствие Всевышнего. Вы меня извините, это не может быть преступлением, просто что койны делают каждый день. Они едят беклоин. Ну, может быть, это какой-то спец. Я не понимаю, в чем преступление. Есть присутствие Всевышнего. Это не преступление, это наоборот митцовок по ряду случаев. Посмотри конец этой главы. В следующий раз я как-то перенапрягся. Окей. Тогда мы на этом заканчиваем. Спасибо огромное. У нас теоретически еще один урок. Спасибо. Что ты сказал? У нас теоретически еще один урок. Я правильно проявил в этой теме? Сегодня теоретически только один урок. Да. Но мы закончили все жертвоприношения, нет? У нас осталось Минха и Олатов птица. Я боюсь, что я не смогу в один урок рассказать им один-два занятия. Отдельно. Потому что птица участвует во всех жертвах. Тут отдельный разговор про птицу. Просто отдельный разговор в следующий раз про птицу. Хорошо. Спасибо большое. Окей. Что?